Двери в свой подъезд жильцы дома номер 39А по улице Южная вынуждены держать нараспашку. Но истинная причина таких сквозняков отнюдь не жара. Таким способом собственники квартир пытаются выветрить неприятный запах, который, кажется, насквозь пропитал двухэтажную деревяшку. Все нечистоты стекают прямо по дому. Сейчас подвальное помещение напоминает огромную канализационную лужу. Но жить в таких условиях жильцы не намерены. Свои проблемы они поделились с нашей съемочной группой. Все туда течет. Это уже все. Проснемся когда-нибудь. Вооружившись длинной палкой, жительница дома Анна Носова показывает глубину нечистот, которые скапливаются прямо под деревянным строением. В этом доме женщины проживают более 10 лет. Но последние годы стали для Анны Афанасьевны по-настоящему невыносимыми. Резкий запах фекальных масс не дает покоя. Находиться в квартире просто невыносимо. Кажется, дом насквозь пропитался неприятным запахом. Зимой вообще было дышать нечем. Совершенно. Потому что двери все закрыты были уличные. Невозможно было открыть. Там же все замерзает. Это все отопление. А сейчас делаем сквозняки. Сквозняки делаем, проветриваем. Но у нас очень сильно пахнет и на кухне, и в комнате очень сильно пахнет. А вот когда на кухню сядешь, видимо, я не знаю, откуда ты несет. Оказывается, с плинтусов. Между плинтусов это все, как бы, вот эти запахи страшные. И невозможно жить. И это по всей квартире это все идет такое. Обеспокоены проблемой и соседи Анны Афанасьевны, супружеская пара Максаковых. Анастасия и Сергей заселились в этот дом относительно недавно, но уже успели об этом пожалеть. Ну, мы купили год назад, можно сказать, квартиру. Заехали в этот дом. Ну, в прошлом году летом еще было нормально. Запахов особых не было. А вот этим летом, да, зимой началось. И просто попытались залезть в подвал. Там, конечно, ужасная обстановка. А сейчас так просто вообще. Зря до вон выходящий. Последнюю неделю запах вообще был ужасный. Просто воняло просто ужасно. Теоретически все нечистоты с дома должны стекаться в канализационный септик, который периодически откачивает спецтехника. На практике оказалось, что септик заполнен только наполовину. Об этом нам сообщил водитель осенизаторской машины. Почему же остальные нечистоты скопились под домом, предстоит разобраться управляющей компанией ПОКИТ-С. Сейчас листеря подойдут, будут рассмотреть всю систему. Где-то забилось, где-то что-то. Может, замерзла труба еще. Где-то даже септики есть, которые во льду стоят. В ближайшее время управляющая компания обещает избавить жителей дома 39А по улице Южная от этой зловонной проблемы. Впрочем, загадывать пока рано.